Задолженность по заработной плате в республике пока не удается сократить. Такие данные сегодня озвучили на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Она собирается несколько раз в год. Очередное заседание стало поводом для подписания соглашения. Подробности в следующем материале. На протяжении 20 лет правительство республики, торгово-промышленная палата и региональное объединение работодателей реализуют совместную программу социального партнерства. Очередное соглашение подписывается на три года вперед. В этом документе оптимальные пути развития отношений между руководителями предприятия и подчиненными. Работодатели, их интерес прежде всего направлен в том, чтобы создавались благоприятные условия для развития всех видов предпринимательской деятельности. Крупный, малый, средний бизнес и так дальше. И в сфере, например, социального развития, в сфере трудовых отношений, защиты прав трудящихся, в сфере реализации различных социальных программ развития Чувашской республики. Поэтому вот в двух словах вот такая вот процедура. И еще раз повторяю, это очень формализованное такое соглашение. Члены трехсторонней комиссии решают и проблемы с задолженностью перед работниками. В региональном министерстве труда отмечают, что в черный список попадают не только коммерческие, но и государственные структуры. В республике более полутора тысяч человек так и не получили заработную плату в срок. Задолженность превысила 69 миллионов рублей. Прежде всего, конечно, это Глубчуваш Автотранс. По оперативным данным задолженность более 50 миллионов рублей. Чебоксарская типография – это предприятие, которое находится в стадии банкротства, уже практически больше года составляет более 14 миллионов рублей. В список должников попала чебоксарская компания «Информстандарт». Сейчас предприниматели обязаны заплатить своим сотрудникам более 10 миллионов рублей. Главный бухгалтер уверяет, что план выхода из сложной ситуации уже есть. Данные денежные средства поступят на наши счета после того, как в частнообразовательное учреждение «Информстандарт» получат денежные средства, которые взыскивают по суду СОО «Курганмашзавод». Шансов в ближайшее время мало получить, да, в зарплату, в работе? Нет, почему? У нас идет суд, большая сбитерская задолженность, она не отказывается платить. Вот как мы суд выиграем, мы сразу же все погасим до копейки. Работодатели, которые задерживают заработную плату, намерены карать крупными штрафами. Такие меры должны повлиять на платежную дисциплину. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика.